Каждый раз приходит на память один и тот же анекдот, бородатый, но от этого не менее актуальный. Когда сидя на льдине, умка спрашивает маму, говорит, мама, у нас в роду были бурые медведи? Нет. А гималайские? Нет. А панды какие-нибудь или калы? Нет. А что ты спрашиваешь? Да бля, мерзну я, мама? Холодно. Холодно, конкретно. Даже вот физические руки задубили, а надо как-то сейчас ими что-то сделать. Итак, сегодня у нас ЧПИНЬКС. Сегодня у нас интересная будет темка, интересная заруба. B1 BPS Knives. Нож, про который я рассказал, что вот он действительно, я считаю, что ребята из города Бровары придумали то, что использовалось уже, я не знаю, наверное, чуть ли не тысячелетиями, потому что здесь очень-очень простая, вот просто, вот я раз, чувствуется сразу, насколько вот сейчас удобненько будет. Рукоять просто суперская. Классная такая скиндушная форма клинка на скандиспусках. И весь прикол в том, что эти скандиспуски себя на довольно простой нержавейке сделан клинок, и эти скандиспуски себя показали просто безупречно на кухонном тесте. Кухонный тест у меня был очень эмоциональный, с матами, с криками. Даже не буду просить прощения, потому что сейчас какие-то вещи, их без матов и без криков, в принципе, невозможно обсуждать. Вот. И что я для себя сразу же решил? Раз уж он с таким понтом прошелся по помидорке, раз уж он вот так вот себя зарекомендовал, как острый-приострый, я просто себя знаю. Это значит точно, что у меня сейчас не будет, ну, ни малейших каких-то толеранций в плане работы по каким-то твердым предметам. То есть, вот мой прогноз, такая кромка, вот такие вот образом заточенная, ну, она обязана просто-напросто, как сказать, она обязана просто сейчас быть уничтоженной твердыми деревяшками. Я не буду говорить, что подождите секунду, я все время забываю, как я это делаю, так, чтобы это было удобно. Потому что, как вы знаете, у меня, на самом деле, я где-то, я не знаю, несколько месяцев говорил, ну, типа, рука побаливает, рука побаливает, а на самом деле оказалось, что у меня там перелом, который сросся неправильно, и сейчас у меня прием к ортопеду только на август месяц. И я вот всякими разными такими бандажами, всякими такими штуками как-то это все компенсирую. Окей, 10 миллиметров сезалевая веревочка, собрались, собрались. 10 миллиметров сезалевая веревочка, поехали. Опа. Быстро, легко, красиво. Погнали. Так, ну что, деревяшечка у нас, напоминаю, норвежская береза. С березой будут сейчас сложности, потому что в этом году вообще-вообще не факт, что я поеду в Норвегию на машине, самолетом, конечно, дрова везти, ну, так себе удовольствие. Поэтому, поэтому надо расходовать экономно. Вполне возможно, те запасы, которые у меня сейчас в подвале лежат, это на следующий сезон тоже. Поэтому нужно как-то рационально, бережливо. Все-таки, вот, один из моментов, за которые я сам себя хвалю, именно как вот тестировщика, обзорщика, блин, во-первых, пора, явно пора уже новую колотуху себе вырезать. Так вот, один из моментов, за которые я себя хвалю, как тестировщика, это именно то, что... Сейчас, мысль придет. Так, а мне нужна будет еще одна. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас, парни, погодите, у меня тут организационный момент. Почему? Потому что, с одной стороны, я хочу отложить еще чуть-чуть вот этот кусочек этого поленца, а с другой стороны, ладно, хер ты с ним. Как говорится, нежели богато нехер начинать, правильно? Тогда мы сейчас вот таким образом сделаем. Это просто будет такая заготовочка на тесты для фолдеров, для складных ножей. Нужна просто именно так. Неявно нужно новую делать, эту самую колотуху. Все, старая пришла в негодность. Так вот, здесь конкретно, если мы говорим об наших скандиспусках, таких прям деликатно заточенных, вот такие вот вещи, они, конечно, очень сильно дают о себе знать. Вот он, красавчик. И что мы сделаем? Правильно, вы правильно все угадали. Мы сейчас еще раз бахнем кромку. То есть, если сейчас у нас кромка утратит какую-то свою ревичную остроту, это не значит, что нож плохой. Это значит, что именно здесь момент такой, что у меня, в принципе, была цель не то, чтобы угробить ее, но дать какую-то действительно нагрузку именно на саму кромку. Для чего? Для того, чтобы понять именно вот предел возможностей ножа. Я не знаю, там подблескивает уже, не подблескивает после батонинга. Вот здесь, мне кажется, уже подблескивает. Смотрите, где-то, где-то что-то, какие-то засветы пошли. Так, ну что, парни, что делаем мы сегодня? Лопатку или шлепалку для жоп? Давайте попробуем что-то среднее сделать. Так, о, вот это сканди. Это я понимаю, аж с выламыванием. Так, ну а если нужно не выламывать, а просто в легкую выстругивать, то в легкую это и выстругивается. Даже без упора в пень плечо вырезается здесь просто шикарно. Вы видите, то есть именно вот аккуратненько, такое плечико нашей будущей лопатки, оно вырезается просто по красоте. Ну и начнем отсюда тоже. Сперва пару движений таких жестких. Так, главное камеру не сломать. И потом Папа Карлос Эдишн. Так. Здесь у нас чересчур много толщины. Вот знаете, вот вспомните, если кто не видел обзор этого ножа, ставьте на паузу и идите на обзор. Почему, ребят? Потому что я там говорил про рукоять. Вот я это чувствую. Я это чувствую. Это знаете, это именно когда у тебя строгание превращается не в какую-то работу, а реально вот в хобби. Почему? Потому что у меня сейчас рука рабочая, которая, собственно говоря, строгает. Она на этой рукояти просто кайфует. Просто кайфует. Блин, сейчас у меня пойдет будет фейл, потому что я уже рукоять практически срезал до основания. Ну, пускай бы такая корявенькая, нормально. Как говорится, имени Кащея Бессмертного. Вот так поперек. То есть, с виду это просто какой-то дяденька выстругивает лопаточку. А на самом деле я стараюсь находить участки посложнее. И именно даем нагрузку на кромку. Я не знаю там по таймингу сколько вышло, но вышло очень-очень быстро. Так. Пром-пром-пром-пром-пром. Если делать, то по красоте. Рубаночный. Рубаночный. Сейчас покажу. Сек. Реально. Нож на весу. Без всякого упора. Дает практически рубаночную. Вот. Видите? Вот это нужно сфоткать. Это нужно сфоткать. Такие вещи надо фоткать. Красиво получилось. Быстренько. Чик-трак. Хак. Бак. Так. Вот. Учитесь, студенты. Как делается этот самый инстаграмный контент. Красивый момент спалил. Здесь важно в фотографии вот сразу говорю. Во-первых, чтобы красиво была кромочка. И во-вторых, чтобы обрез вот лопатки он был ровно-ровно горизонтальным. Потому что, блин, некоторые фотки смотришь, люди делают фотки откуда-то там, с Таиландов, еще откуда-нибудь. Бля, горизонт просто летит куда-то вдаль. Так. Очень-очень-очень впечатлен. Пока что у нас застругивание и выстругивание идет просто идеально. Действительно. Сегодня время как-то у меня хорошо стали получаться лопатки. Пора уже действительно лопаточную лавку открывать. Так. Окей. Переводим на ближний ракурс. Поближе. Берем поближе, ребят. Так. Смотрим, что у нас, если мы делаем какую-то аккуратненькую работку. Вот именно здесь доводим, скажем так. Доводит он впереди пердозно. Причем, что характерно, у меня получается нагрузка все время на одно и то же место. Это именно там, где вот был засвет кромки. Я смотрю, что как-то вот прям по душе он ему нравится именно этим местом строгать. Так вот. Сучок этот, честно говоря, я мог бы его срезать. Я его просто оставляю как-то слегка для красоты. Так. Вот он все равно подрезается у меня. Причем подрезается как масло без каких-либо проблем. Короче, мне перестало быть интересно. Так, смотрим, да? Мы срезаем сейчас вот просто кусок вот этот вот срезаем. Можно просто сточить, но интереснее срезать именно поперек. Вот я срезал так, что здесь взял из скол сделал. я не знаю, слышали вы звук или нет, но это было реально что-то пердепердозное. Ну и чтобы здесь по красоте получилось, мы теперь это все строганем просто. уже ровненько не получится. Сейчас получится, знаете как? Вот как. Мы именно что срезаем, попробуем. ну и еще не совсем у меня руки из нужного места растут. С точки зрения именно тестовой вот эти все срезы они получаются просто безупречно. Просто безупречно. на самом деле вы знаете, вот я сейчас нарезаю эту лопаточку и могу сказать, что есть ребя одна у меня засада. С такими тестами. Делаешь работу ножом за 40 евро. И он ее делает просто пипец как. Потом берешь нож за 300 и тоже молодец. Но не так вот не с таким душевным подъемом. И думаешь ну вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Так дуб. Дуб из Израиля сверх крепкий. Да не блин не может на 56 единиц сталь мою дубовую деревяшку так строгать. ну нет пиздец какой-то я сейчас восхищение это сказал. так оливка давайте я знаю что я сейчас сделаю вот сейчас я сознательно убью кромку об этом место вот вот звук такой что аж плохо становится и чтобы она мне не пропорола рюкзак вот таким вот образом поперек резанем и это в принципе скорее всего у нас ну как бы да чудес не бывает кромку я подубил вот видите то есть здесь именно ну по-другому быть не могло я я просто понимал что здесь на сканде вот такие вот извращения они добром не закончится все равно в любом случае давайте тестова резанем бумажку хотя тут как бы резать бумажку особого смысла даже нет почему потому что визуально кромка ухлопана так стоп еще мы походу ребята с вами не резанем я забыл что ли этот сейчас подождите так не расходимся звонок для учителя так блин не не резанем парни бумажки нет бумажки нет с собой как я мог так лохануться честно говоря не особо понимаю но вот ну здесь конечно же у нас кромку поправлять придется то есть несмотря на то что сама по себе работа вот то знаете я могу я могу что по тому насколько мне кайфово было строгать это золотой фонд но надо быть как говорится в любом случае строгим и объективным и с посыпавшейся кромкой нож не может попасть золотой фонд но я могу сказать что это одна из самых самых удобных рукояти вот ну у меня сотни ножей прошли именно тестово через руки это просто нереально вот я строгал и вы не поверите процесс был такой что мне хотелось еще строгать мне хотелось вот просто просто вот это вот заниматься что именно по кайфу предплечье отдыхает оно не то что не напрягает это просто было действительно это было действительно в кайф ребятам я посоветовал бы из БПС я знаю что есть возможность там ставить какие-то другие стали ну вот может быть имеет смысл если там даже подороже пускай нож будет стоить там на 10 евро на 15 евро подороже но вот конкретно на эту модель было бы очень здорово увидеть ее например ну с N690 хотя бы в нормальной термичке уже как-то вот как-то почему потому что повторюсь вот эти вот сейчас вот эти вот вещи они были предсказуемы именно почему слишком уж подозрительно легко нарезался помидорчик слишком уж подозрительно легко у нас кухонька прям летала вот так что ну для меня опять же вот эти все приключения с кромкой не являются совершенно сейчас каким-то негативным фактором почему потому что самое главное что это то что я кайфанул от работы это действительно было вот так так ну что понимая всю бесполезность данного протокольного действия все равно давайте резанем бумажку кромка у нас блин надо сейчас ребят погодите я за очками схожу очков у меня сейчас три пары самый слабый возьму да все равно лучше видеть стал кромка у нас как видите здесь я ее убил вот она ну пусть будет почему бы и нет так достаем бумажку о хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе это сюрприз ну здесь какие-то эти самые ну пускай будут вот пускай будут белые нормально почему бы и нет так бумажку видно не знаю как вот так вот возьмем давайте вот таким вот образом ну да деранул резанул везде где только можно причем видите смотрите если я медленно веду а вот это вот уже интересно здесь получается так что если я медленно веду показывает насколько острый клинок до сих пор и просто в тех местах где у нас именно идет повреждение кромки я так делаю именно какой-то подтверждающий этот самый посмотрите как можно сделать прикол я так даже и не знал что так на самом деле можно давайте еще раз попробуем мне понравилось то есть получается так что там где нет прямых повреждений у нас режущие кромки острота сохранилась таким образом что даже можно не торопясь резать эту бумажку и в тех местах где кромка именно убита я просто делаю такие читерские движения и посмотрите если бы я хотел я бы вас даже обманул бы сказал что нормально порезал почему бы и нет так bps knives молодцы очень классный нож невероятно удобный все мир у мир нет войне пока я не знаю это что это как он он по и он и и вот его он и и и и и и Продолжение следует...